Друзья, всем привет! Вы снова на канале Капитан Крым и мы продолжаем наше путешествие по Босфорскому царству. Путешествуем с Игорем и Щелкино. Вот, кстати, вдали виднеется Крымский мост. Давайте нашему любимому мосту передадим привет. Красота невероятная! С этого ракурса я не видел мост никогда. Итак, мы уже были с Игорем и Щелкино на озере Чакрак. Вот это видео ссылочка сейчас всплывет. А сейчас мы в районе Керчи с вами путешествуем к вулканам. К вулканам, настоящим грязевым вулканам. Это уникальная на самом деле достопримечательность. Я, честно говоря, до того, как Игорь мне рассказал, я не знал, что в Крыму они есть. Ну, давайте по порядку. Смотрите, мы сейчас проезжаем Бондаренково. Многие из вас в этих краях были и знают, какие здесь раньше были убитые дороги. Ну, вот посмотрите. Это достаточно типичное крымское село. И посмотрите, как все меняется. Появляются дороги, ну, с которой, кстати, мы съезжаем на бездорожье. Дороги прекрасны. На обратном пути вообще попали в такой ремонт дороги. Прям идеально тротуары делали, бордюры в другом селе немножко, вот когда возвращались. Но суть не в этом. Мы с вами свернули с дороги на полное бездорожье. И вот, кто здесь был, напишите в комментариях, как у вас ощущения, впечатления от езды. Я бы, например, на малолитражке не поехал сюда. И вот камера, на самом деле, не передает вообще нисколько вот это вот ощущение от дороги, когда все трясет, все наклоняется, там, подъемы вверх. Поэтому мы с Игорем и поехали на его большом джипе. Кстати, у Игоря скоро появится свой телеграм-канал или группа, я не знаю пока. Можно будет подписаться и следить за этими приключениями. Потому что Игорь возит на экскурсии людей. Если вы будете отдыхать в Щелкино, то можете ему смело звонить. Он вас в такие места свозит, такое расскажет, что просто закачаетесь. Он не экскурсовод профессиональный с этими дурацкими шуточками. Он нормальный, адекватный, хороший человек, спокойный. Кстати, у него вчера было 10 июня день рождения. Друзья, давайте поздравим ему с днем рождения, потому что он вчера его не праздновал. Ночью приехали гости, он всю ночь не спал, встречал их с поезда. И сегодня он празднует свой день рождения. Вот сегодня, 11 июня, по крайней мере, так он мне написал. Поэтому предлагаю всем поздравить Игоря с днем рождения. Игорь, я тебя еще раз поздравляю, желаю тебе всего-всего. Ну, вчера я тебе уже всего пожелал, повторяться не буду. Спасибо тебе за такие удивительные, интересные приключения. Мы потихоньку, потихоньку, понемногу подбираемся к нашим вулканам. Друзья, немножко хочу вам про вулканы рассказать. Вообще, вот так вот едешь, смотришь вокруг. Ну, какие-то там пятна, какие-то там горки. А вот вы знаете, что... Вот мы уже приехали, смотрите. Мы приехали, сейчас вам буду потихоньку все рассказывать, потому что впечатлений много и самое главное. Вот дальше этих знаков не езжать. Запрет на въезд на всех транспортных средствах. Вот, за нарушение, тем более оптом, оптовые нарушения, штрафы сумасшедшие. Вот, до 500 тысяч рублей и даже с конфискацией оборудования правонарушения. То есть, вот если вы на велосипеде туда заедете или на мотоцикле, на машине вас это заберут. Велосипеды не нарисованы, но тем не менее, друзья, лучше оставьте машину здесь, пешочком идти всего лишь там пару минут, недолго. Это ваше ощущение, ваше впечатление. Грязевая сопка Андрусова. Все описано. Это заповедник. Это особо охраняемая природная зона. Грязевая сопка Ивернацкого. И следующая будет грязевая сопка Обручева. Сейчас мы подойдем и посмотрим. Но я хочу сказать о другом. Я хочу сказать вам о главном. Вот туда мы направляемся. Вот оттуда мы приехали. Идем с вами пешочком. Знаете, вот что самое главное? Мимо едешь, ничего не знаешь, как бы думаешь, ну что там может быть. Но вот я после этого приключения, после того, как я там побывал, я уехал домой, обратно возвращался, как будто после какого-то фильма, который вас впечатлил, понимаете? Вот казалось бы, ничего такого особенного. Сейчас поближе подойдем, вы посмотрите. Но вот внутреннее состояние, вот какое-то, как будто ты перезагрузился, как будто в тебя загрузили в программу космическую. Я не знаю, как это объяснить. Не знаю. Но вот это странное ощущение. Я всем рекомендую сюда приехать по возможности. Вулканы действуют круглый год. Но летом как бы интересно. Людей, наверное, просто больше будет гораздо. Вот там в пик сезона. Давайте подойдем и посмотрим на это чудо. Вот видите, грязь изливается из вулкана. Засыхает вот такими причудливыми кусочками. Давайте подойдем поближе, посмотрим. Вот один из вулканов. Это, насколько я понимаю, сопка Трубецкова. Честно говоря, я в них вот запутался. Их очень много. Ну, по крайней мере, я думал, там один вулкан, два. Вот смотрите, булькает, как булькает. Здесь грязь. Грязь холодная. Вот казалось бы, вулкан горячий, да, там жерло. Сейчас попробуем, пальцем раз. Облизывать не будем. Она ледяная. Вот на улице, например, жара, а грязь холодная. И она круглый год постоянной температуры. Вот так заглядывать туда вообще Игорь мне не рекомендовал. Говорит, вулкан может стрельнуть на 25 метров вверх. Ну, представьте, что с вами будет, когда вот это вот дело вот так вот выстрелит. Ну, давайте за ним понаблюдаем буквально минуту, как булькает вулкан наш, грязевой, крымский. Вот я так опешил. Подумался, как раз эти 25 метров будут именно сейчас. Но, но, нет, мне повезло. В общем, будьте аккуратны. Грязь вот так изливается сверху вниз и стекает. И вот, судя по тому, какая она свежая, это вот какой-то был всплеск бурный недавно. Видите, как вытекает? Ну, виды космические, совершенно, совершенно нереальные, фантастические. Поверьте, вот стоит сюда приехать. Хотя, казалось бы, здесь нет ларьков, дискотек, там шашлыков, всяких развлекух. Но для людей, которые ценят какие-то интеллектуальные впечатления и любят, в том числе, архитектуру и какие-то природные удивительные места, это самое то место, куда нужно съездить. В общем, друзья, вы знаете, кому обратиться, если захотите. Не напрягаясь, не за рулем, проехаться в прекрасное место и посетить замечательную экскурсию. В общем, телефон Игоря в описании к этому видео. Обязательно зайдите и его запишите к себе. Игорь Щелкин. Вот еще булькает рядом буквально совсем. Красота. Да, знаете, вот запах у нее, вот этой холодной жижи, запах такой серы. Вот кто может знает, серная масса есть, вот в аптеке продается, у кого там всякие кожные заболевания. Вот такой запах серы. Не спичечная серы, а именно такой жирной, жирной серы. И вот форма вулкана, видите, вот как она, как пирамида. Теперь вспоминайте, когда вы приезжаете в Крымский мост, вот эти вулканы, один сверху, это, по-моему, сопка Тищенко. И вот еще там три вулкана Павлова, Центральное озеро, сопка Вернацкого. Мы идем от Турбецкого, вот туда прямо, еще пару интересных мест. Вот здесь у нас такие красивые цветочки растут в степи. Казалось бы, степь и степь, ничего такого. Но, знаете, по ощущениям совершенно невероятно. Вы как будто перегружаетесь. Да, вот сопка Вернацкого, мы сейчас к ней подходим. Здесь несколько разных сопок, но самое интересное я вам покажу. Остальные, когда приедете, сами посмотрите. Идем поближе вот к этой сопке. Видите, следы от автомобиля. Не надо так делать. Друзья, берегите наши крымские достопримечательности. Вообще, как бы, ну, это природные, удивительные места силы. Здесь очень интересно и здорово. Так вот, когда вы въезжаете в Крым по трассе Таврида на Керченском полуострове, вдали виднеются такие горки, горы, вообще все эти вот возвышенности. Это уже уснувшие грязевые вулканы. Имейте это в виду. Это не какие-то там Тамерланы сложили камни. Вот, кстати, озеро, мы к нему подойдем. Это уснувшие грязевые вулканы. И наша вулканическая вот эта вся система связана с Таманской. Вообще, когда-то давно, седьмое веке до нашей эры, было два пролива Керченский и Таманский пролив. Еще говорят там аргонавты там. Ну, в общем, это отдельная история. Я обязательно вам в ближайшее время на Яндекс.Дзене у себя напишу статью по такую глубинную, историческую, интересную, с разными аспектами. Вот, поэтому подписывайтесь на Дзен, чтобы не пропустить эту статью про наши грязевые крымские вулканы. Но, поверьте, впечатлений масса. Вот, лично у меня, я ушел вот с этого места, уехал. Вот каким-то... Я с собой что-то забрал. Не знаю пока что. Это еще предстоит осмыслить. Но вот с собой забрал. Кстати, некоторые люди купаются в этой грязи, кунаются. Я не стал, как-то вот не рискнул. В ней, как Игорь мне сказал, тнуть невозможно. Она очень плотная, и она выталкивает людей. Вот я вам сейчас в замедленной съемке покажу, как бурлит подводный вулкан вот в этом озере грязевом. Как будто сейчас прям бегемот оттуда, знаете, поднимется и подмигнет нам крымский бегемот. Ну, у нас пока таких нет. Не приехали в этом сезоне. Пока людей немного. Ну, понятно, по каким причинам. Тем не менее, смотрите, красота. Вот как это булькает, как это все вокруг происходит. Место удивительное. Вот я не знаю, что еще сказать. Нужно приехать и почувствовать. Вот первый раз я там. Мне очень понравилось. И большое спасибо Игорю за такую замечательную экскурсию. Мы еще с ним съездим с вами на мыс Зюк посмотрим. Там прекрасное место есть. И, в общем-то, я думаю, что лето у нас впереди. Я еще в Щелкино пару раз приеду. И мы обязательно какие-нибудь интересные вам моменты покажем. Все, друзья. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Капитан Крым. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»